На прошлой неделе в Испеканово прошел 14-й районный конкурс профессионального мастерства техников искусственного осеменения крупного рогатого скота. Его 18 участников, а среди них было 10 мастеров своего дела, продемонстрировали теоретические знания и практические навыки своей профессии. Их оценивали специалисты Ярославского госплемобъединения, которые заодно дали и оценку состояния дел в этом разделе животноводства. Благодаря искусственному осеменению мы накапливаем высокий генетический потенциал стада. Примерно можно привести родину вашего района, где коровы дают более 4000 килограмм. В ближайшее время, примерно 4-5 лет, они будут дают более 5000 килограмм на корову. Накоплен как раз именно тот высокий генетический потенциал стада, который у нас в племобъединении есть и широко используется, глубоко используется именно в этом хозяйстве. А вообще-то ваш район, процентов вата всего 40%, это низкий. Если Ярославский район 100%, Рыбинский 94%, Некрасовский 78%, то у вас 40%. Ну вот сегодняшний конкурс уже практически завершился, он подходит к концу. Как вы его оцениваете? Как оцениваете уровень наших специалистов? Ну, уровень, значит, он неоднозначный. Одни техники работают хорошо, это с родины. Вот хозяйка у меня хорошо здесь работала, снова, значит, так. Ну, а те новенькие, которые вы сейчас увидите, конечно, они еще слабы, они еще не владеют этими способами. Но я обещаю, что при желании они быстро освоят и будут работать на уровне мастеров, которые сегодня показали нам такие знания. Как потом отметила жюри, практически все участники конкурса шли друг за другом. А призерами в результате стали Нина Шахунова из СПК Ново, Елена Сильберг из СПК Родина и Любовь Федотова из СПК Ленинский путь, занявшие, соответственно, первое, второе и третье места. Нина Шахунова из СПК Ново как победитель теперь будет представлять Углический район на областном конкурсе техников искусственного осеменения крупного рогатого скота, который состоится в Ярославском районе в августе. Продолжение следует...